Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня 18 марта. Сегодня 18 марта предлагается открыть очередное заседание семинара по рабочему движению Федерации парасоюзов России и Фонда рабочей академии, Российский комитет рабочих. Сегодня у нас присутствует 17 человек рабочих, это делегаты с решающим голосом, которые будут непосредственно участвовать в работе нашего семинара. Значит, уважаемые товарищи, ознакомлю вас с повесткой. Утвердим сегодня повестку и регламент нашей работы. Значит, повестка, как вам известно, была сформирована заранее. Вопросы следующие. Значит, первый вопрос. Борьба профсоюзных организаций за повышение производительности труда на предприятии в интересах рабочих. Докладчик Калли. Второй вопрос. Участие профсоюзов в организации обучения работников на предприятии. Докладчик Лазарев. И третий вопрос. О требованиях рабочего класса за улучшение своего положения в условиях СВО. Докладчик Егорчик. Можно считать Российский комитет рабочих открытым. И для вступительного слова предлагаю еще слово Александру Владимировичу Золотову. Уважаемые товарищи, здравствуйте. Золотов Александр Владимирович, консультант Российского комитета рабочих. Уважаемые товарищи, прежде чем мы начнем рассматривать вопросы в повестке дня, я бы хотел вот что отметить, что у нас присутствуют сегодня два делегата с решающим голосом, ну, которые вот моложе 25. Это такой факт неординарный. Во-первых, возраст. Во-вторых, это представители крупнейшего предприятия. 12 тысяч занятых. Сейчас таких предприятий по России, промышленных, производственных предприятий, тем более наукоемких, я думаю, единицы. Вот у нас в Нижнем Новгороде, может быть, газ чуть побольше. А так в других городах уже поискать. То есть это предприятие, которое должно стать одним из бастионов социализма и, так сказать, флагманов рабочего движения. Ну и понятно, что вот на большую перспективу организаторами такого движения, вовжаками, должны быть те, кто сегодня молодые, очень молодые. Вот такие товарищи присутствуют. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас сегодня присутствуют выполномоченные Российского комитета рабочих по Москве и Московской области и по Нижнему Новгороду и Нижегородской области товарищи Кудрясов Владимир Михайлович и Василий Иванович Шишкарев. Эти товарищи, значит, на полвека старше, это не просто вопрос возраста. Это полвека борьбы за интересы рабочего класса. Да, и вот то, что мы сегодня собираемся, и то, что сегодня есть куда приехать нашим молодым товарищам, это как раз один из результатов вот той героической борьбы, которую вели наши, для большинства из нас, старшие товарищи. Поэтому я бы просил и Василия Ивановича, и Владимира Михайловича вот вручить книги о развитии профсоюзного движения с дарственной подписью, которую они сделали, для того, чтобы вот эта некоторая передача знамени. Мы знаем, что и Владимир Михайлович, и Василий Иванович в наших рядах, но тем не менее, чтобы и молодые борцы тоже крепко взяли это и держали это знамя. Вот, прошу это сделать. В принципе, они выйдут. Повер. Да, Повер. Поздравляю с принятым решением. Думаю, что это все сделано для зря. Поздравляю с ним. Благодаря товарищам. Переходим к рассмотрению первого вопроса. Докладчик Калит. Еще раз вас приветствую, я Калит Валентин, электромонтер Саровской генерирующей компании, попросту тепловая электроцентраль ТЭС. Стаж работы мой уже больше 20 лет на одном предприятии и наверное уже чуть больше 10 лет занимаюсь профсоюзной организацией и пытаемся улучшить свои условия у себя на предприятии соответственно уже больше десятка лет присутствую на российском комитете рабочих для того чтобы поделиться своим опытом и получить опыт своих товарищей которые проделывают эту непростую работу у себя на местах значит сегодня вопрос повестки первый мой вопрос в повестке дня это борьба профсоюзных организаций за повышение производительность труда на предприятии в интересах рабочих. Вопрос производительности труда на сегодня наверное очень актуален надо сказать почему потому что сегодня все повышение заработной платы если вступать в диалог с нашими работодателями с нашими директорами напрямую зависит если то есть спросить своего руководителя когда начнет изменяться наша заработная плата наверняка каждый руководитель ответит когда будет увеличиваться производительность труда но вопрос то есть определение самой производительности труда говорит о чем что производительность это скорее всего как основная масса трудящихся понимает это количество выпускаемой продукции за определенную при определенных условиях за определенное количество времени да но также есть определение интенсивность труда и в интересах современных собственников производства в интересах предприятий которые регулируются директорами они эти понятия на наш взгляд подменяют то есть производительность подменяет интенсивностью а интенсивность если уже рассматривать она к производительности как бы относится только одним боком да это надо понимать что если ты будешь работать в одном к примеру интенсивно таком режиме быстро качественно и все понимают что в таком интенсивном режиме работник долго не проработает для для этого нужны определенные благоприятные условия которые нужно создавать работу дателя работодателю соответственно здесь речь может пойти также о безопасности о культуре производства и прочее да значит какой интерес представляет производительность рост производительность труда в первую очередь как это происходит сейчас на предприятиях мы все прекрасно видим что сейчас уже можно считать крупным предприятием которые насчитывают крупным среднем как сказать которая насчитывает порядка 500 человек значит на своем примере что можно сказать что при эксплуатации одного и того же оборудования мы понимаем что со временем оборудование устаревает происходит его износ и для того чтобы производить то же количество выпускаемой продукции то есть не повышая производительность труда а просто идти в ногу со временем это оборудование приходится постепенно менять на новое но как я еще раз повторюсь сказал что от этого производительность может не измениться да но это повлечет так или иначе улучшение условий труда когда человек будет работать на новом перспективном оборудовании а не на старом значит к чему я клоню сейчас такая тенденция на наших предприятиях что производительность труда растет в основном за счет того что идет оптимизация кадров то есть объем той работы которую нужно выполнить предприятию выполняет соответственно меньшее количество людей задействовано при этой работе и получается что здесь говорить а то есть работодатель говорит о производительность труда то что она за счет уменьшение численного состава предприятия возрастает свою очередь работе говорит о том что у него увеличивается интенсивность труда но это можно посчитать конечно математически кто какую продукцию выпускает и уже будет наглядно видно что из чего выходит вот я бы обращал обратил бы ваше внимание на то чтобы следил бы точнее за тем чтобы у вас на предприятиях эти понятия по крайней мере разделялись и люди понимали что такое непосредственно интенсивность а что такое производительность вопрос звучит именно о борьбе значит что может поставить в защиту своих прав и интересов организованных коллектив например если на предприятии есть профсоюз значит при том что на предприятии есть производительность труда и есть коэффициент ее роста и предприятия как бы занимается этим до увеличивают эту производительность труда соответственно получается высвобождается свободное время из-за чего из-за того что научно-технический прогресс предоставляет нам более современное оборудование которое работает уже не так как старое которое более производительно которая более улучшает и и условия труда и сам процесс производства за счет этого может расти производительность труда но здесь как бы надо понимать что за тот определенный промежуток времени который была выпущена продукция с новым соответственно с новыми основными средствами экономится рабочее время как это время использовать для того чтобы дальше развивать производство и соответственно укреплять тот баланс работников который на сегодняшний момент есть то есть профсоюзная организация должна запросить у работодателя тот список работников оптимальный которое руководство считает вот к примеру дано предприятие сколько на этом предприятии чтобы она на сто процентов справлялась со своими обязанностями то есть чтобы она производила то что ему нужно выходила на конкурентоспособный уровень приносила прибыль то есть какая штатная списочная какой штат по списку должен относиться к этому предприятию да то есть если для выполнения определенной работы нужно определенное количество людей то это должно быть закреплено за этим должен тоже следить профсоюз для чего для того чтобы штат не сокращался да потому что как я еще раз скажу тенденция идет к тому что производительность увеличивается на ряде предприятий из-за того сокращается ему численность но понимая того что при сокращении численности на самом деле никакого развития предприятия ну наблюдать не приходится а заинтересованность работников все-таки заключается в том чтобы предприятие развивалась было конкурентоспособным приносило прибыль и за счет роста производительность труда накапливались не только капиталы которым распоряжается соответственно собственник да но и росло благосостояние самих работников для этого необходимо профсоюзным организациям в своих коллективных договорах указывать при росте производительность труда чтобы непременно росла заработная плата ввиду того что мы уже не первый раз озвучиваем значит моменты рост заработной платы любой прогрессивный профсоюз который имеет у себя проект прогрессивного коллективного договора должен включать в себя увеличение такой значит пункт увеличение заработной платы до стоимости рабочей силы соответственно при том что производительность производительность будет расти в том или ином предприятии соответственно это и будет посылом к тому чтобы увеличить заработную плату соответственно высвобождается может высвобождаться и свободное время у работника если он эффективно использует рабочее время эффективно используют новое оборудование во первых при замене оборудования работника нужно обучить этим новым средством производства потому что как правило показывают что при внедрении новых средств производства опять же мы сталкиваемся с сокращением штата то есть если к примеру какое-то оборудование раньше мог обслуживать или обеспечивать его работу там несколько человек по сегодня есть такое оборудование когда с ним может справиться один человек задается вопрос тогда куда этих людей девать да то есть получается высвобождается время в первую очередь это время нужно тратить на то чтобы обучать этих людей новым средством чтобы они могли безопасно трудиться безопасно эффективно трудиться на этих новых средствах производства они так чтобы пришло новое оборудование тебе сказали иди работай ты пошел не не зная броду работа с этим оборудованием не дай бог его сломал что делать с теми людьми которые высвобождаются да то есть мы привлекли новое оборудование стали на нем работать а люди как бы в кавычках говоря да стали лишними но ничего подобного люди лишними не бывают это лишь как бы тенденция к тому чтобы расширять свое производство если в этом непосредственно заинтересованы как и само руководство предприятия но и в первую очередь должны быть заинтересованы сами работники для того чтобы предприятие развивалась чтобы она чувствовал себя опять же конкурентным для того чтобы в основной массе прибыль этого предприятия росла понятно что как уже это прибыль будет распределяться опять же все зависит от того как будет вести себя организация то есть какие моменты они пропишут и защитят в коллективном договоре у себя на предприятии единственный наверное такой инструмент почему мы об этом здесь тоже не раз говорим как показывает практика без коллективных действий удача работников наверное не будет сопутствовать если они не будут применять этого инструмента то есть коллективные действия применение коллективных действий это шаг к успеху того что ваше положение будет улучшено что будет изменяться ситуация на вашем производстве ну и для этого значит надо потрудиться как я уже выше говорил что все эти требования можно представить виде проекты коллективного договора и выступать с этим коллективным договором у себя на предприятии либо вносить эти требования уже в действующий коллективный договор по поводу квалификации бывает такое что работодатель экономит у себя на предприятии заведомо зная что работник низкой ну квалификации ниже выполняет соответственно работу высшей квалификации при этом соответственно теряя заработной плате вот это тоже как бы непосредственно интерес я считаю работников то есть если ты выполняешь работу заведомо высшей квалификации то ведь то есть работник должен ей соответствовать для этого как бы опять же организовавшись работники могут потребовать от работы дателя чтобы он производил профессиональную переподготовку или профессиональное обучение новым профессиям если этого требует производства вот на это тоже нужно обратить внимание но и надо понимать что основным моментом все-таки является достижение успеха это коллективные действия если организация коллективных действий применять никаких не будет вряд ли она добьется какого-либо успеха так что поэтому я всем желаю где это возможно разъяснять нашим товарищем что в объединении сила в объединении правда и лишь объединившись мы можем достичь тех успехов и тех результатов тех целей которые перед собой ставят рабочие чтобы им как говорится комфортно и вольготно жилось но видим мы что это непросто что за хорошую жизнь за хорошие условия нужно всегда бороться на этом наверно все спасибо товарищи алексей чопа экспериментальный производственный комбинатор фу оператор станков стул вот по поводу повышение роста производительности труда распроизводительности труда связан с вводом в эксплуатацию нового оборудования и что это значит это значит что меняются условия труда и при этом необходимо требовать внеочередной проведении внеочередного специальной оценки условий труда то есть новое оборудование это новые условия труда нужно требовать оценки условий этих этого труда. С момента ввода в эксплуатацию нового оборудования солод должен проводиться в течение 12 месяцев. И здесь нужно проконтролировать, чтобы новое оборудование было введено в эксплуатацию должным образом. Потому что станки могут поставить, оборудование могут установить, а акт ввода в эксплуатацию оборудования может быть не подписан. И соответственно, это может быть оформлено как оборудование находится на испытании. Сколько это испытание будет длиться, тоже непонятно. И вообще, по идее, на таком оборудовании рабочие могут отказаться работать, если оно не введено в эксплуатацию должным образом. Вот это тоже как бы нужно контролировать, учитывать в работе коллектива, учитывать эти моменты. Тоже хотел добавить. По поводу производительности труда и интенсивности труда. Или товарищ Кавит у нас показал пример, если есть организация, профсоюз, сильный профсоюз, который будет с обращением, письмом, с требованием обращаться к работодателю. Если у нас данного профсоюза еще нет, если у нас есть только инициативная группа работников, было бы хорошо, конечно, к работодателю обратиться. Работодатель скажет, спасибо, как бы мы вас послушали, всего доброго. И как раз по поводу того, что интенсивность труда ни в коем случае нельзя поднимать. То есть ее нельзя поднимать вообще ни в коем случае. То есть не важно, что требует работодатель, мы продолжаем работать с той же интенсивностью. То есть и в данном случае у нас получается от обратного. И у нас в организации рост оборудования происходит. Количество подстанции со 160, когда я устрелился на работу, выросло до 600. Казалось бы, мы должны были увеличить интенсивность труда, потому что роста производительности никакой у нас особо-то и нет. Интенсивность труда мы не поднимаем, оставляем ту же. По большому счету мы даже снизили до положенного времени интенсивность труда, снизили, потому что раньше мы впахивали гораздо больше. Мы снизили интенсивность труда, как полагается. И теперь мы идем от обратного. У нас начинает гореть оборудование. То есть и только когда начало гореть оборудование, аварийность появилась, потому что мы не успеваем выполнять техобслуживание. Только после этого работодатель понял, что необходимо нанимать еще рабочих. Иначе он никак это не поймет. То есть если мы не можем напрямую к нему обратиться и сказать, что товарищ работодатель, нам нужны рабочие. Он говорит, вам нужны, а у нас денег нет. Замечательно. Вот и поговорили. Будет сжечь оборудование. Мы его специально не жгем, мы просто на нем не успеваем отрабатывать. Не можем отработать, не успеваем проводить техобслуживание, оно горит. То есть тем самым приводим к тому, что увеличивается бригада. Как-то так. Идет Андрей, город Королёв, оператор станков ЧПО. Многие люди до сих пор даже спорят, что профсоюз не нужен. У нас, например, у нас мало рабочих там может быть. И станки у нас держат, чтобы водить экскурсии и красить. У нас называется научно-производственное предприятие, потому там вроде наука больше. А станки, как бы, они работают. И раньше очень много отдавали на сторону, но выгоднее у себя делать. И это престижнее. И также ремонтная база и все такое. Но вот то, что товарищи, как говорят, что все нормально, не очень нужен профсоюз. И для чего? Ну как для чего? Каждый год потихонечку все ухудшается. Потихонечку. Отношения производственные становятся хуже и хуже. Они просто уже какие-то нечеловеческие. Но они возмущаются где-то по чуть-чуть. То ли привыкают или еще что-то. Я не знаю. Получается так, что у нас то ввели пропуска электронные, и ты минуту в минуту должен там выходить, как минимум. Потом ввели камеры, понавешивали везде. У меня товарищ даже уволился, говорит, мне это не нравится, как в обезьяннике сидеть. Ну и пошел на другое предприятие ракеты делать. Теперь ввели на каждый станок, каждый привод, там это поставили, какие-то датчики. И теперь я должен телефон есть. Помимо того, что сначала маленький нарядик заменили на вот такой большой, я должен расписывать там всякие причины, там комментарии, остановки и так далее. А теперь еще в телефоне там фиг разберешься, что там наргает. Я должен его заряжать, я должен за ним следить. И главное там такая как бы формулировка в телефоне, что причина простой. Ну какой простой там на работе, ты отошел куда-то или еще лишние минуты, он уже простой считай. Ну это все ведет к ухудшению, я не думаю, что это для того, чтобы лучше сделать рабочим или еще что-то. Хотя аргументирую тем, чтобы больше понимать, сколько времени нужно, необходимо для того или сего. Ну во-первых, станки ремонтировать давно пора, они уже начинают ломаться на нас, размеры не выдерживают. Ну а ты с этим борешься, теряешь много времени, иногда теряется время. Может быть ты дольше настраиваешься или еще что-то там. Ну так как у нас такое оборудование, там главная электроника, а не вот эти кронштейны корпуса. Потому еще пока эти десятки, которые не ловятся, вписываются в наши требования. Ну все равно вот, без профсоюза, без каких-то коллективных действий, без организаций, без какой-то хотя бы инициативной группы, без сговора рабочих между собой, как-то сложно вообще все это. А поодиночке там отказываться делать какие-то глупости, на телефоне стучать, самому на себя предлагать. То есть камеры кому-то видать надоели, часами смотреть на тебя. И ты должен сам это делать теперь. Получается такая эклектика какая-то. Сам на себя стучать. Ну не знаю, сколько не споришь, а без профсоюза никуда. И тем более даже вот сегодня сравнить то, что на Западе творится во Франции, ну прям приятно даже. Там эти протесты в профсоюзы организовывают. Но если бы у нас везде были профсоюзы и между собой нет, еще на РКС приезжали. Они взяли парламенту, отключили там электричество, они сидели при фонариках, там голосновали чем-то. Ну это же говорит о чем-то. Кто как бы вообще-то хозяин производства силы, где не собственник, который где-то там на богам попов греет. А юридически где-то в бумажке прописано, что он собственник. А то, что мы это поддерживаем, я думаю, без таких параллельных организаций, которые не касаются никак этих буржуазных всех юридических моментов, мы никогда ничего вообще не добьемся. Ну а каждый год, вот уже говорить вам остаешь, видимо, что все ухудшается. Неужели не замечаешь? Везде ухудшается. И война никогда не кончится, пока не будет рабочая организация такой, что в рамках всего государства. Так что нет другого пути мы считаем. Спасибо. Спасибо. Шилов Дмитрий Юрьевич. Ленинград. Государственный Абуховский завод. Ну вот, что хочется сказать, товарищи, что, как известно, сейчас идет специальная военная операция. Вот наша страна противостоит американскому фашизму во внешней политике. И вот в это время непростое для нашей Родины вот эта борьба за увеличение производительности труда в интересах работников приобретает особый смысл, поскольку, в общем-то, и благополучие нашей страны, и вообще, возможно, и существование как государства целостности, выживание, так сказать, нас с вами, в общем-то, под угрозой. А что происходит вот в производстве? В производстве, ну, производство довольно-таки инертная такая машина, вот, и, ну, те перемены, да, которые необходимы нашей стране, да, чтобы, ну, обеспечить крепкий тыл, вот, в борьбе. Ну, это, значит, они идут, ну, не так быстро, как хотелось бы, вот, то есть, ну, по-прежнему, значит, во главу угла стоит прибыль, вот, как это записано во всех, значит, уставах, да, предприятий капиталистических, то есть, вот, прибыль, то есть, ну, думают. О прибыли, да, в первую очередь, но это сейчас не самое главное, как говорится, вот, и в этом, конечно, больше всего заинтересованы работники, вот, то есть, что в том, чтобы производство развивалось, было конкурентоспособным, значит, и рост производительности труда был в интересах работников, а не увеличение прибыли. То есть, да, ну, прибыль, прибыль. Куда эта прибыль уходит? Мы знаем, куда она уходит. Она уходит в офшоры, там, и теряется где-то, вот, вот, не в интересах России, не в интересах нашего государства. И борьба как раз за, вот, состоит суть в том, чтобы, вот, эту прибыль перенаправить, вот, значит, ну, в сторону работников, в наших интересах, то есть, вот, и чтобы плоды от научно-технического прогресса оставались работникам, ну, то есть, перераспределить как-то это, вот, потому что, ну, потому что те же работники, мы с вами, если будем получать достойную зарплату, вот, то есть, мы, опять же, эти деньги понесем в экономику, вот, и все это будет оживать, так сказать, гармонично развиваться, да. Ну, и работники будут довольны, и производительность, опять же, это, ну, такой круг замкнутый, то есть, вот, с настроением ходить на работу, вот, то есть, думать об улучшении, как можно лучше все сделать, вот, как это организовать, там, тут же, ну, то есть, умелость работники будут свою повышать, будут заинтересованы в этом, вот, предложения какие-то, вносить, значит, как, как это можно сделать, у нас, вот, там, пытались, когда, вот, ну, что-то пришла какая-то дама, значит, начала, там, значит, нос свой сувать везде, как вы тут, что работаете, как можно что-то улучшить, ну, как-то ее, это самое, так, отшивали, ну, видимо, сверху, как бы, послали, вот, значит, ну, посмотреть, как у нас процесс этот весь организован, да, вот, чтобы что-то улучшить, наверное, ну, там, ну, и она стала, вроде как, на нормирование, там, вот, какой-то, следить, да, сколько ты делаешь операцию, как, но, рабочие не дураки, сразу это самое все смекнули, как бы, что к чему, как бы, потому что правильно, вот, Валентин сказал, что это самое, не внедряя какие-то, значит, оборудование, да, нового, вот, это все закончится, это интенсификация, увеличение интенсификации, а нам это не надо, вот, потому что и так, как бы, нагрузка, ну, хватает нагрузки, выходные выходят, и вечера, так что, а это, как говорится, все равно разбавленная, вот, эта работа, ну, она ни к чему хорошему не приводит, вот, если, ну, потому что, если ты вечером остаешься, конечно, ты не будешь, там, ну, так же работать, да, как с такой же интенсивностью, как и восемь часов, там, вот, то есть, будешь силы экономить, вот, ну, это, это пусть, как бы, ну, никуда, потому что и так рабочих рук не хватает, как бы, да, и, ну, стране, там, ну, в общем, меры, конечно, такие комплексные, вот, это все надо, и обучение надо, значит, внедрять кадров, там, ну, то есть, все это непростые задачи, вот, ну, а что касается от нас, вот, что мы можем сделать, да, простые, рабочие, да, вот, чтобы вклад свой внести, вот, победу, да, вот, победу на фашизм, вот, бороться, бороться, то есть, ну, там, значит, вот, кто, вот, сейчас призван, да, вот, в армии, там, со своей стороны сражаются героически, да, ну, а вот, мы же тоже, вот, как-то должны что-то делать в этом плане, нельзя просто так, ну, безучастно, ну, относиться, так, наблюдать, как, значит, что-то, что мы можем сделать, мы можем, вот, участвовать в этой борьбе, профсоюзной за свою, значит, вот, ну, за наше производство, чтобы оно расширяло, как тут уже сказали, что тогда мы будем, сильная страна, будет сильная экономика, будет сильная страна, мы победим, вот, и вот от нас, от рабочих, как раз-таки, вот, в этом и есть наша на сегодня задача, я считаю, вот, бороться в профсоюзе за увеличение производительности труда в интересах работников, а не увеличение прибыли, которая зачастую идет даже на, это самое, за границу, то есть, и наших врагов, значит, это спонсирует, да, такие тоже есть примеры, так что, товарищи, давайте, на этом, как говорится, это, сосредоточимся и так победим, спасибо, 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 Дмитрий Павел Юрьевич, слесо-ремонничество разряда от Самарской ГРЭС ПАВЛАТИ ПЛЮС. По поводу интенсивности труда, скажу интересный пример, у нас на работе был, пришел новый мастер к нам, вот, значит, и, ну, как-то мы с роботягами разбирали насос, там две полумуфты были, ну, то есть, их нужно было расцепить, двигатель отодвинуть, вот, ну, там, соответственно, ремонт провести, потом двигатель подвигается аккуратно, полумуфты закрепляется, соответственно, центруется, двигатель запускается, ну, мастер нас начал подгонять, то есть, начал увеличить нашу интенсивность, ну, мы, как бы, с рабочим понимаем, что сейчас, если мы будем быстро делать, что-то случится, а он, видимо, не понимал, ну, и говорит, ребята, давайте, 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 побыстрее, давайте, раз, и прижал себе пальцы, прижал пальцы серьезно, закрыл течение, вот, как бы, ну, поторопился, Я к чему это веду? Интенсивность труда, она влияет на безопасность, на технику безопасности рабочих. То есть, если вас будут подгонять, вы будете на это соглашаться. Рано или поздно, либо у вас будет какая-то травма, либо, не дай бог, решитель жизни. Поэтому здесь нужно всегда смотреть, как делать, что делать, не слушать никаких начальников, мастеров, которые подгоняют. У вас есть регламент, есть регламент, техника безопасности, за нее нарушать нельзя. Если у вас начинает подгонять и нарушать технику безопасности, вы можете отказаться от выполнения такой работы вообще, по правилам техники безопасности. Дальше по поводу мастера. Тоже очень интересно. Мастер присутствует на работе, работа идет медленно, как-то не хочется работать, он еще тут начинает по мозгам наезжать постоянно. Ты начинаешь бегать, то забываешь ключи, то гайки. Суетится. Суетится, верно. Мастера нету в отпуске. Производительность труда растет, на удивление. И работает хорошо, и мы не устаем, и все выполняем в той же мере, даже больше. То есть, о чем это говорит? О том, что рабочий, в принципе, он понимает на себе, как ему выстраивать график работы так, чтобы и производительность труда росла. Да. Работа выполнялась, и при этом, чтобы он не уставал. Поэтому, еще раз говорю, оценивайте сами, в первую очередь, как вам нужно работать, а не то, как вас подгоняют. Вот, значит. Ну и, конечно же, по поводу профсоюза, да, действительно, что в рамках, может быть, маленького коллектива вы сможете сами добиться, да, некой производительности труда, повышения, да, и уменьшения интенсивности. Но, все-таки, на предприятии, в целом, чтобы это было закреплено, нужна сила коллектива, а сила коллектива – это профсоюз. Поэтому добивайтесь того, чтобы все-таки был профсоюз, который сможет в коллективный договор, в том числе, записать какие-то такие нормативы. Спасибо. Всех приветствую, товарищи. Андрей Владимирович Бабин, город Сырловска, по Калафу. Также хотел бы добавить по поводу производительности труда и интенсивности труда. Кто работает в сфере металлообработки, наверное, понимает, есть такая штука, как технология изготовления той или иной деталей. Так вот, в чем здесь повышение производительности труда? Это непосредственно уменьшение времени для изготовления одного и того же изделия. Допустим, есть изделия, которые мы можем по какой-то корябой технологии изготовить за 4 установок. Это, соответственно, время час переделать технологию. Там подключили грамотных технологов. Теперь мы это изделие можем сделать за 2 установок, за 30 минут. Выгодно, по идее, рабочий. Затратил время меньше, сделал больше деталей. Вот что я хотел добавить по этому форсу. Спасибо. Конторец Андрей, жесткий хлебозавод номер 3, оператор Диньев. В общем, распорсионал у нас в целом в среде рабочих. Такая практика, поскольку, как даже кто-то заметил, что рабочих не хватает, поэтому пытаются применить рабочих и из других каких-то областей. То есть, получается, как бы принимают рабочих якобы с обучением. Но в чем заключается обучение? То есть, вот он пришел на работу, ему там два раза показали, вот здесь включил, здесь выключил, сюда вставил, отсюда забрал. И получается, как бы, ну, очень многие рабочие, они не обладают необходимыми знаниями по той же самой технике безопасности, как вот это работает. И отсюда вот этот вопрос с производительностью труда. То есть, человек не понимает вообще, с какой скоростью он должен работать, в чем, допустим, его обязанности конкретно заканчиваются, когда и где они начинаются. И на этом работодатели играют, что иди, сходи туда, и это как бы тоже входят в твои обязанности, иди, сходи сюда. То есть, в итоге, человек вроде устраивался на какую-то конкретную должность, и начинает работать, ну, как, ну, в широком парфюре. Да, просто разнорабочий, но при этом, как товарищ Катер сказал, вроде как, разнорабочий, а может выполнять какую-то, вообще, прям, высокотехнологичную работу. Да. За копейки, грубо говоря. Вот. И в этом плане у нас получается, что мы упираемся в то, что одной из основных проблем вообще, как бы, в среде рабочих, это является их незнание, то есть темнота, по сути, то есть недостаток образования в этом плане. То есть, вроде как бы, люди даже обладают, вроде как высшим образованием, но оно по другой сфере, то есть, и как бы, с одной стороны, как бы, так говорится, да, может быть ученый в какой-то области, но в других областях идут. И вот, и отсюда мы имеем вот эту проблему, что, вроде как бы, люди понимают, что что-то происходит не так, а что конкретно и как с этим бороться, непонятно. И один из таких, как бы, предложений у меня было бы, да, то есть, чтобы рабочие, вот, в массе своей, вот, было такое понятное, это нормирование рабочего дня, нормирование вообще своей работы, да, то есть, вот, мастер говорит, там, допустим, давайте быстрее. Что значит быстрее? У тебя, как у гаишника, есть какой-то, это, определитель скорости, откуда ты знаешь, работу я медленно, работаю я быстро, давай мне нормативы, давайте будем выявлять, то есть, за какой период, какую я работу должен выполнить, какое качество должно быть, там, сколько брака должно быть, да, а то, как бы, постоянно так и получается, что и брак потом тоже на рабочих вешают, вот, хотя, вроде как, ты сам хотел быстрее, но, естественно, раз какие-то вещи делаешь быстрее, получается и выработка меньше. То есть, одно, как бы, связано с другим, и отсюда, понятное дело, что вот эти нормативные документы, в том плане, что их и некогда читать, потому что рабочих сразу гонят на производство, ну, вот, надо, надо, давай у нас план, у нас заказ, надо быстрее работать, то есть, выпускать продукцию, и, как бы, все с утра приходят, расписался за эту технику безопасности, а в чем она, вроде, заключается, ну, понятно, там, как будто бы, туда пальцы не суй, сюда пальцы не суй, но, в итоге, получается, когда ты быстро-быстро работаешь, как бы, ты не думаешь о том, что, там, суй, не суй, это же должно быть отработано вообще, то есть, ежедневно, вот, этой инструктажом, чтобы тебе каждый раз говорили, что пальцы не суй, пальцы не суй, и это выработалось уже до автоматизма. То есть, в этом плане, я еще раз повторюсь, что, мне кажется, очень важно именно людям, чтобы вот такой какой-то некий объективный уровень, определитель, да, что вот он не просто там, типа, сам, как каким-то чувством определял, что, ну, да, я вроде работаю быстро, там, или смотрит на своего товарища, что, ага, он работает медленнее, вроде, как бы, я должен работать медленнее, да, ну, я, в смысле, имеется в виду, достаточно быстро работаю, либо, наоборот, другой товарищ, там, нарушение всех техник безопасности, или он там гонится ипотеку быстрее заплатить, как бы, бежит, 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 не обедает, не, вообще, в туалет не ходит, я не знаю, прям, это. И получается, что все теперь должны на него равняться. Ну, это в корне неверно, то есть, на вот этот момент, я думаю, что надо учесть, да, разобраться. И еще поступили вопросы из зала, если вы не против, я озвучу. Вопрос первый. Вопрос к делегатам, да, сколько новых станков поставили у вас на производстве? То есть, раз мы разговариваем сейчас, как бы, про повышение производительности труда, то хотелось бы услышать, если вы, чтобы рассказали, у кого чего, сколько поставили. Можно я поправочку сделаю? Здесь ведь смысл-то того, что поставили, вот товарищ подсказал мне сейчас, да, что, вот был у тебя сверлильный станок там, или какой-то обрабатывающий, мы поставили тебе новый такой же станок, он же не стал производить больше, просто сменилось оборудование старое на новое. А речь-то идет именно о производительности труда, чтобы было такое оборудование, которое действительно будет производить. То есть, во-первых, оно будет и безопасней для того, чтобы тебе работать, да, и, соответственно, производительность этого станка тоже, соответственно, будет расти. А то, что, ну, как бы, замена нового оборудования на старое, это просто момент модернизации, он к производительности мало отношений имеет. Единственное, то, что действительно, может, новое оборудование, может быть в какой-то степени безопасней или удобней для работы, да, но именно вот на производительность оно повлиять не может. А вот что бы действительно, если бы заменили такое оборудование, это вот помните, как у Карла Маркса, да, в Англии, когда штамповали вручную, он иголки делал, грубо говоря, за смену 100 штук, а когда у него появился производительный станок, когда он уже за смену, извините, 1000 штук, то вот она, какая производительность вырастала. И из чего, как бы, да, вот здесь вот тоже маленечко надо разграничивать эти моменты. Тоже можно добавить, например, на производстве был один станок, а поставили еще один такой же, да, их стало два, а рабочий один остался. То есть ты сначала один молотком, ты вот так вот, ты вот так, ты вот так, ты вот так. Все весело. Это как бы не рост производительности труда, а рост интенсивности труда. А может им ножить? Егор Чепик Иванович. Она подразумевает так, что есть интенсивность труда, это напряженность труда, есть производительность. То есть у тебя должна какая-то задача, произвести какую-то операцию, да? Вот это как бы в производительности. Если ты ее делаешь с меньшей напряженностью, то у тебя производительность вырастает. а если мы делаем количественно больше то получается что у нас вырастает как бы в прибыль то она не наша работодателя получается мы для него производим да ты-то работаешь получается с больше напряженности нашего задача чтобы с меньше напряженностью производить работу и производить для то есть заменять какие-то операции более спокойно в более нормальном темпе делать они пытаться там обогнать и перегнать спасибо я просто именно вот этот момент и говорю про нормирование что как раз когда у тебя понятно что ты должен выпускать допустим 100 единиц или там тысячу единиц за определенное время если ты вдруг выпускаешь как бы больше ты как раз можешь вот этот момент и определяет есть какая-то мы рост производительности труда или нету и когда там допустим на 10 штук но это ну конечно это 10 10 10 танков то тогда конечно наверное рост производительность труда так если там 10 булавок наверное все таки это не приходится говорить его ты должен получать больше по гигантам и второе что это вопрос товарищ к лет этого решила говорят и конкурентоспособности предприятий но дело сегодня не в этом гособорон заказ не обязанность а право наоборот обязанность а не право выяснил такой момент значит есть институт который выполняет гособоронзаказ а есть тест которая обеспечивает ему те условия для того чтобы он оборонзаказ выполнен получается соответственно если на рабочих местах будет тепло светло и комфортно то заказ может быть выполнен а если какие-то трудности возникнут с этим обеспечением вряд ли бы люди значит с этим справились и современная экономика и современная вот эта тенденция то есть она сейчас разделяет вы видите как сейчас происходит значит вводится унифицированные формы то есть они руководство считает что подходит для разного вида производства но производства есть конвейерные правильно когда он уже отработана технология там шлепаешь и шлепаешь конвейер работает и работает а я же производства вот как товарищ докладывал научные да то есть он выпускает экспериментальной модель и еще не понятно как она себя эта модель значит как она будет востребована значит насколько она будет дорогая или если действительно в погоне за прибылью здесь конечно нужно говорить о конкурентоспособности предприятия а если задача стоит просто в обеспечении условий потому что по факту если эти условия не обеспечить то как бы и цепочка тут это производственная она не будет работать вот я так вот разделяете момент может быть я не прав в чем егенев владимир от кц прогресса самара хотел про экспериментальные детали пояснить немного их бывает принимают сразу по несколько и технологи зашиваются элементарно составлением технической документации они делают ее параллельно соответственно нет никакой плодномерности и когда работа приходит к сборщикам так как их много они с ней справляются на моем же этапе испытаний проверки на герметичность ко мне приходит сразу пять человек а я не могу хорошо если 5 да я не могу на одном стенде выполнить эту работу про модернизацию на втором стенде поменяли насосы и казалось бы должны работа не лучше но эффективность там как раз за счет них просела потому что при заказе этих насосов никто не проверял критерии которые нужны рабочим то есть они пришли в таком виде как будто их самолета скинули к нам на территорию подожгли и потом уже довезли до цеха вот то есть нужно обеспечить планомерность процессов а не так как у нас сложилось у меня все спасибо герой владимир михайлович уполномоченный российского комитета рабочих по нижегородской области вообще говоря разговор куда-то уехал не туда вопрос интерес к рабочих повесткой дня стоял какой борьба борьба профсоюзов за увеличение производительность труда в интересах рабочих вот а здесь разговор не про борьбу а про интересы рабочих что вот тут нам плохо и тут нас прижимают и и никто не предлагает а что делать то значит что из советского прошлого значит во всяком случае вот на заводе на котором я работал каждое новое оборудование новый станок там спецоборудование проходит экспертизу то есть есть комиссия на предприятие которые занимаются вопросами внедрения техники модернизированной новой и так далее в производство то есть оценивают производительность труда явление такое такое многогранное потому что здесь вот уже прозвучало где-то понравилось что человек должен хорошо себя чувствовать очень важный момент человек не должен терять пальцы руки ноги и так далее тоже важный момент вроде бы произвели труда вопрос охраны труда и они тут же они никуда не одеваются и вот эта комиссия в которой обязательно скажем так по механическому производству новый обрабатывающий центр получили поставили запустили и люди которые ну скажем так не все но многое знает работе на обрабатывающих центрах они смотрят проверяют дают оценку что это дает причем оценивают со всех точек зрения с точки зрения производительности чисто производительности в деталях с точки зрения условий труда которые обеспечивают это оборудование ну и так далее вот и я думаю что можно долго об этом говорить что сейчас надо добиваться чтобы в профсоюзной организации добивались создание вот таких комиссий и в этих комиссиях профсоюза должны играть решающую роль беды их подписи никакой оборудование не надо включаться в работу нет ну комиссия и в комиссии есть комиссия по охране труда там есть представители просто есть а а почему по новой по новому оборудованию не может быть такой комиссии и там тоже представители профсоюза то есть высококвалифицированные рабочие инженерно-технические работники которые представляет профсоюз вот чем надо заниматься то есть брать брать власть надо идти таким способом работа в комиссии чтобы блокировать когда против рабочих принимается решение все спасибо не только в оценочную комиссию по непосредственно когда оборудование уже привезли на производство у нас очень серьезная проблематика например то что допустим закупается оборудование и уже на процессе закупки никто не смотрит какие должны быть условия для того чтобы оборудование работала подходит ли это оборудование по факту два таких был момента например цех привезли насосы перекачивающие языкового молока они внешне подходят а по оборотам не тянут и в итоге стоят новые насосики и пылятся и не работают и никто ничего не может сделать закупщики уже закупились они свое дело сделали подходит формально подходит отписались ушли все никто это не контролирует второй момент был уже непосредственно прям со мной закупились задвижками значит непосредственно которые должны открываться там личные трубопроводы приводите задвижки мы с ребятами подходим ну мы разгружали их непосредственно с фуры подходим задвижки берем штурвал открываем на половину заклинивает мастер и сюда подходят ведь что такое он открывается вторую не открывается всю партию везли обратно то есть в этом вопросе даже закупки оборудования на предприятиях должны быть рабочие потому что в нам на этом всем работать и с этим работать вот как бы важно дополнить спасибо добрый день картина макси владимирович концепт прогресс самара вот много получается действительно таких моментов которые мешают производству и вместо скажем облегчение положения рабочих ухудшает его положение да у нас володя сказал что нехватка оборудования она приводит к очередям иногда к иногда простую то есть факт на этой неправильной организации производственного процесса она производит приводит к тому что там где создается очереди на испытательное оборудование рабочие вынуждены безусловно вынуждены перерабатывать потому что очередь не бесконечная план выполнения задания стоит вот рабочий вынужден оставаться вечером или выходить выходные дни висит этот гособоронзаказ который его необходимо выполнить к определенному сроку да никому не хочется получить по шапке за эту а что видим то в результате в результате видим что молодые ребята там 35 лет инсульт 35 лет инфаркт то есть там кто-то надорвался кто-то там полгода в больнице провалялся молодые здоровые ребята спортивные падают то есть от них и делать то есть это очень такой вопрос вопрос то нашей жизни на самом деле опять же что хотел сказать что вот как на нормировщица девочка например ошибки в нормировании прибежала посмотрела как сборщик например гайки крутит посчитал время время на подготовку рабочего места не учла время на подготовку оснастки инструмента специального измерительного не учла в результате львиную долю времени который занимает потому что там специальный измерительный инструмент надо идти в другой конец цеха это не пять минут за ним сбегать до получить оформить но оснастку надо пойти получить на другой склад пойти она это тоже не учитывать хорошо если слезы по опытнее он ее поймает скажет и чё пишешь а давай вот эту операцию запиши вот эта операция запиши а вот это вот столько времени занимает а вот это столько времени это будет столько времени ну а еще фокус то в чем работа с опытными экспериментальными образцами здесь вообще никто не может предсказать сколько времени будет сборка занимать или это изготовление будет занимать но цифры берутся расчетные сложности непонятны пока никому я впервые столкнулся с такой ситуацией когда вот в конструкции наших ракет на самом деле в вклад в конструкцию в разработку ракет у рабочего он не меньше чем у конструктора потому что конструктор нарисовал деталь механической изготовила принесла ли на сборку а там уплотнительные кольца надо ставить через острые уголы кольца срезаются то есть кто это может определить это рабочий может определить который понимает технологию как будет устанавливаться кольцо как будет то есть где в каком месте она будет испорчена выполнять свои функции задачи и к рабочие вызывает конструктора вызывает технолога и приходят начинают разбираться он показывает объясняет смотрите вот тут вот необходимо поставить радиус на кромку то есть у вас стоит острая кромка надо радиус иначе мы ничего не сделала своих вызывает других конструкторов которые начинают оснастку изготавливать то есть это вот такой процесс вклада рабочих конструкцию который да зависит от опыта рабочих зависит от их навыков от их вообще в принципе подготовленности от заинтересованности потому что за вот наплевал или сам например собрал сам собрал например технологию не внесли как собирал никто не знает новый человек пришел еще понять не может вот новые станки у нас не производства приходят механические новых станков много типа видно универсальных практически уже не осталось танки основном чипу 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 универсальные остались очень такие дорогие там очень сверх высоко хотя есть по сверлильным сейчас прозвучало а вот сверлильные старые стоят и это очень сильно увеличивает время на производство когда вам надо поймать десятые у вас шкала на станке в миллиметр да вот как а вот да вот как ты своим глазом намеришь сколько десяток в миллиметре вот так ты их и поймаешь есть тебя у тебя погрешность две десятки на шкале станка миллиметры вот они как стояли с тех там сороковых годов вот они такие вот из-за того что нужно вот это вот сделать рабочий устает очень сильно то есть перенапряжение глаз очень большое но на производстве поскольку наука наука емкая поскольку высокая у нас есть варианты то есть сама администрация имеет запрос на увеличение производительности труда предлагается вносить распредложения предлагается то есть даже за все эти раз предложения естественно вводится оплата но хотел бы еще сказать о таком интересе что смотрите вот это вот положение очень здорово для профсоюза очень здорово для профсоюза дает возможность включиться в работу проявить себя но в виде как бы союзника администрации то есть мы выступаем не за то что дайте нам больше денег а за то что давайте мы улучшим производительность труда то есть это с точки зрения администрации это же правильный подход но и тут и туда возникает такая ситуация что мы вроде бы хорошие для администрации а действуем там их своих интересах то есть улучшить производительность труда для того чтобы снизить нагрузку на рабочего да и увеличить ему впоследствии зарплату а еще приучить администрацию к тому что есть профсоюз активный который действует на предприятии который пока но хороший пушистый ничего с ним делать не надо привыкнут к нему какое-то время а потом уже будем дальше свои интересы продвигать об этом хотел сказать все спасибо спасибо саладимич научный консультант верка но уважаемые товарищи вот очень интересное обсуждение получилось я думаю как потом вот чем это связано если мы говорим о скажем повышение зарплаты о чем идет речь о результатах труда если мы говорим о сокращении рабочего времени о чем тоже результат труда ну искать борьба по союзной а вот повышение производительность суда о чем заговорили вот причем до деталей до конкретно видно сразу что все это представляют в деталях они заговорили о самом своем труде то есть как то мы все время вот это самое главное вот оставляли иногда в стране она убедились в том что я об этом тоже надо говорить что производительность труда это не какой-то боковой вопрос это не дело работодателя вещь идет о том как человек действует вот сам рабочий действует и вот странным образом у нас это иногда уходило из из поля зрения вижу что вообще с этого все начинается вот как он действует здесь от этого зависит все остальное тоже тот первый почему такой очень плодотворное обсуждение получилось причем тут все приняли участие и всем есть что сказать ну владимир михайлович правильно обратил внимание что нам здесь не просто недостаточно разобраться в понятиях вот хотя это очень важно потому что действительно производительность труда интенсивно сюда люди часто отрестляют причем даже не только по корысти что для понимать естественно и предприниматель не различают это надо взять открыть первый том капитала прочитать первый параграф в первой главы и и тогда там будет ясно а кто это не сделал тот этого не знает а что многие читали кто читал те забыли а кто не читал такте и просто не знают поэтому это и научная проблема и очень хорошо что мы разобрались и тут нашего брата не проведешь именно потому что люди учатся в красном инститете большинство читает смотрят капитал и вот мимо таких ключевых вещей как разница между интенсивностью и производительностью не проходит потому что эта разница действительно очень принципиально но ваня михайлович прав что мы вот разобрались в этом деле а дальше встает вопрос отчет про союза это делать и здесь тоже видите очень много чего было сказано я может быть обращу внимание на еще один резерв я бы сказал даже больше советского времени если берем например историю сказать рабочего класса в годы великой отечественной войны когда говорится о том какие были там какая была борьба за повышение производительности труда то там обратить внимание чаще говорят не об отдельных работниках как вот встаханова бусыгина что-то вот не слышно в годы войны о чем говорят о движении бригад комсомольско-молодежных бригад такие бригад то есть в полной мере можно использовать подсал повышение производительности труда тогда когда рабочие организованы при помощи этих форм вот тогда решаются очень многие вопросы с нормированием тогда значит укрупняются планы учетные единицы которые представляются бригадам а дальше бригада уже с учетом того что она знает возможности своих рабочих мест своих работников идет это распределение здесь люди получать простор для участия в организации труда когда не получает простор ну тогда они выдают то что они могут да и не надо бегать с каждым вопросом кому-то кто над тобой стоит то есть я думаю что для многих это не возник сегодня вопрос почему потому что не так бригадах работают а вообще говорят наверно не все работают бригадах и здесь вот владимир михайлович вы это вообще помимо того что регулировщик радиопратора вы его еще и бригадиром и для вас это как само собой что в бригадах надо работать потому что там много чего решается без всякого начальства и только тут рабочие могут решить и лучшим образом решают поэтому вот по моему мне кажется что надо тоже это вставить и там где этого нет сказать еще раз обратиться к тому что надо организовываться в бригады ну когда вот был 90 год разруха там все рушилось люди выходили бригады распадались вообще какая культура производства там сказать без культуре разрушений а сегодня снова понадобилась культура производства ну так тогда давайте восстанавливать эти формы как это говорят адекватные для инициативы рабочих адекватные формы для инициативы рабочих это тогда когда работники но по крайней мере машиностроение организованы бригады хотя не только машиностроение вот где мы не пих не были на красном сурами были бригады мы начинали с митлосеевичем законство потому что то бригадный форму не застроена на балтийском заводе были бригады я там просто знаю как это делалось это будет очень интересные документы были интересный опыт я встречался тогда с вот ребята были наверное вот возраста тех павла и владимира комсомольской владёжной бригады и такое совещание проводилось во дворце профсоюзов там же знаете где находится ленинградцы вот в этом дворце и вот в этом зале вот комсомольской владёжной бригады то есть давайте с этой точки зрения максимающего правы что это всяко подхватит работодатель то есть вы начнете с организации производства ну так вы дальше будете по всей цепочке пойдете если вы организуете производство тогда у вас основание мощно появляется как распределять это дело не это что это за плавную счетные единицы если нам фонд зарплатный дает печенье и так далее конечно вот тогда может и с этого конца вычет увеличить прибыль даже не прибыль сначала повысить производительность так что наверное вот это тоже надо как-то включить наши рекомендации за это выступать спасибо спасибо уважаемые товарищи предлагается заслушать проект постановления чтобы в дальнейшем принять его за основу для работы над проектом борьба профсоюзной организации за повышение производительности труда на предприятии в интересах рабочих российский комитет рабочих констатирует что повышение производительности труда основа развития производства и улучшение благозостояния рабочих между тем работодатели зачастую подменяют повышение производительности труда и его идентификации сокращая штат работников и вынуждая оставшихся трудиться более напряженно повышение интенсивности труда может увеличить выпуск продукции лишь на непродолжительный период времени после чего он снизится из-за увеличения частоты и длительности периодов временной нетрудоспособности повышение травматизма на производстве развитие профзаболеваний снижение мотивации к труду роста процентов брака повышенный выход из строя оборудования в связи с ошибками эксплуатации и так далее основанием повышение производительности труда является замена основных средств производства на новые более производительные своевременное обновление техники должно стать требованием профсоюзных организаций профсоюзная организация должна контролировать соблюдение работы дателем нормативного срока использования оборудования необходимо предусмотреть в коллективных договорах согласование с профсоюзной организацией решение о закупке и вводе в эксплуатацию нового оборудования внедряемое новое оборудование должно быть оценено профсоюзом с точки зрения безопасности для работников профсоюзной организации следует требовать от работодателя чтобы возросшая производительность труда приводила не к сокращению численности работников а к сокращению рабочего времени для этого необходимо прописывать в коллективных договорах гарантии занятости работников в связи с ростом производительности труда так а высвободившееся время направлять на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников предприятия рост производительности труда должен приводить к росту благосостояния работников с учетом падения жизненного уровня рабочих на протяжении нескольких десятилетий необходимо включать в кол договора положение об увеличении заработной платы работников темпом опережающий рост производительности труда требуя согласования с профсоюзами норм труда смена оборудования должна идти одновременно с профессиональной переподготовкой и обучением работников при этом обучение работников должно быть более широким чем просто овладение новыми производственными знаниями и навыками и приводить к повышению культурного уровня работников рост производительности труда является неизменным следствием научно-технического прогресса но для того чтобы воспользоваться его плодами работники объединенные в профсоюзы должны отстаивать свои интересы путем коллективных действий данный проект постановления уважаемые товарищи предлагается принять за основу прошу ввесовать кто за кто против сдержавшись принято спасибо так уважаемые товарищи напоминаю что у нас работает редакционная комиссия в лице наших научных консультантов это товарищ Юрков, Дегтярев и Золотов плюс в редакционную комиссию входят все докладчики по вопросам значит правки принимаются в письменном виде для того чтобы потом их можно было озвучить, проговорить, пообсуждать и соответственно уже завтра по окончании работы принять данные данный проект постановления в целом в целом и в целом в целом в целом в целом Продолжение следует...